Внимание, друзья! Начинаю очередной фильм. Вот, вот этот, смеяться будете, вот это вот папка называется Чужие 2. Чужие имеются ввиду сады, а все что в них, только мое или потомки моего. Поехали. Андрей Сениц, Абрикоса Манчурского. Да, прям было. Значит, сколько я слышал, вот, вы молодец, вот это много эпитетов, вот, хороших, а нам все равно такого не видно и не слышно. Так вот, ребята, сейчас идут ворозы по всей России. Сейчас только у меня была полемика с одним из самых авторитетов садового садового, вот, который считает, что обрезки на концу деревьев не вредят. А я знаю, что по всей России сейчас гибнут миллионы деревьев, потому что отучить от обрезки на концу я не могу, вот, потому что количество просмотра мизерное, по сравнению с ампанетами. Вот, то вот такие абрикосы, еще раз, Сениц, Абрикоса Манчурского. Как он, вот, хотел сказать, не шедевр. Шедевр по урожайности, по борозостойкости. Вот, компоты, соки, варенье, плотная мякость, транспортабельная. Месяц дороги проведет и не пропадет. Это не шедевр. Ну, а что в мелкие, ну, что ж поделать-то. Вот, вам золотник, да дорог. Итак, я начинаю отчитываться по тем сортам, сортообразцам, формам, клонам, которые уже перешли границу даже Сибири. Вот, причем там, куда они пошли, например, на запад, на юг, на восток, ей легче. Так, дальше вот эта фраза скопировал. Может, видели уже, баджурцы, интересы воронишеству, не персиковая зона. И вот дальше, вот эта фотография была сделана прямо с экрана. А давайте заглянем, Артенов стоит. Что же это за ролик такой? Это не мой ролик. Открыть YouTube. 28 июля 23 года. И у меня еще сюрприз. У меня здесь растут сельницы различных абрикосов с разных королев света. В том числе от Железова Валерия Константиновича. И вот как раз на его сеянцах вот такие абрикосы в этом году. Так, ну, поняли. Это примерно того же порядка, что и... Сейчас вернемся назад. Такого порядка, что и эти. Итак, покоряем Европу. Воронье жительство. Воронье жительство. И вот его фотография. Я просто взял... Это же я фотографию делал. Но я ее скопирую прямо с экрана. Вот. Прямо с экрана. То, что вы видели живьем, видели, что это все правда, что это настоящий ролик, что он сделан в Воронежской области. Вот. Идем дальше. А почему я так говорю? Имели я право так рассуждать? Имели я право хотя бы своим ученикам запрещать калечить деревья? Вот. Я считаю, что имею. За что иногда прилетает. Вот. Потому что оппоненты, они авторитетные люди. Вот. Если говорят, что надо резать на концу, или это не вредно, значит, они правы и даже не слышат меня. Идем дальше. Галина Мартынова. Вот. А у нас первое, настоящее абрикосы скотча для льва. Очень вкусное и нормальное. Пару с первой. Знаешь, что мало пока. Есть, конечно, мелкие, дикие. Такие абрикосы будем вырубать или... Я бы дам вырубать. Или перепревать. Да, перепревать. Прошло 8 лет. Скромно, но со вкусом. Следующее. Это теплица. Это персихосанский. Вот. Внимание. А, кто-то уже видел, если нету фотографии, то фильм, в котором были почти такие фотографии. Поздравляю с днем рождения. А, это почему? Я говорю, ну, каждый Новый год я требую, ну, второй, ой, каждый день рождения. А второй августа я требую свежую фотографию с плодами. Ну, пожалуйста, второго августа, пусть они еще не спелые. Но это о чем-то говорит. Это же персики. С уважением Галина Васильевна Яковлевна, Соколинская область. Следующее. Опять с днем рождения. Представляете, какие у меня фотографии. Счастья вам и большого здоровья. Один из ваших членков яблони дал вот такое чудо. Бельфор Китайка. Осенью выписал, весной привил. Все привитки переживались, привык понравился. Ну, отсюда еще трудно понять, бельфор не бельфор, китайка не китайка. А с этой стороны уже, а у нее очень характерная внешность, поэтому это, да, это китайка от железного. Их что интересно, я только сейчас обратил внимание, думал, это ветка. А это саженец, посмотрите, вот она прививка. И сходу, надо будет ее перевести в особую папку. Это когда плодошение сходу, с первого года. Ну, а дальше фотография уже, скорее всего, тоже бельфор. Да, 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 бельфор. Тогда это все-таки саженец или это ветка? Да нет, глаза мне верят. Саженец. Тогда это другой саженец. Ладно, посмотрели. Посмотрите внимательно, что я не отрезал нижние скелетные ветки. Тем более на кольцо. А кто автор? Филипп. Филиппов Евгений Александрович, Перворческий край, село Новососоевка. Вот, а теперь смотрим на эти груши. Держите за стулья, как он размер, как он грушки. Вадим Сеслиевцев. А, тогда получается, Филипп, это вот это. Вот это, вот это. Вот это. Вот это. Это уже идет Гарнарин Сеслиевцев. Фамилия какая. Вот бы у меня такое. А эти замечательные груши вырастут благодаря вам. Вы меня научили жить в саду. И вот наш с вами результат. Благодарю вас, что вы с нами. Берегите себя. И огромное спасибо за ваш труд. Так, привет из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, мой дорогой, мой учитель Валерий Константинович. В этом году мои абрикосы снова радуют меня. Добрала, опять свой котик, навалила джеб. Вкус превосходный. Еще радостная новость. Мои приятельницы Выборги Людмилы. Тоже в этом году поспели абрикосы. Думаю, она с вами еще поделится этой радостной новостью. Спасибо, что вы есть. Огромного здоровья. Вот я думаю, как. Выборги абрикосы это пока еще редкость. Это ближе к этому самому, к Прибалтике. Так, далее. Ну, полюбовались. Вот, пожалуйста. А дальше, ну что, здорово, нет? А шинки текут. И никакой химии. Вставляйте. Представляете. Это сад Латинковых. Абрикосы рыжей. Покажу только маленький-маленький кусочек. Почему? Потому что это садоводы. Добрый вечер, уважаемые садоводы. С вами Галина Латинкова. Абрикосы рыжей. Сегодня 18 июля 2023 года. И хотела рассказать о великолепном сорте, полученный от Валерия Константиновича Железова, номерной абрикос 1,57. Чем он интересен? Когда заканчиваются все абрикосы и отплодоносили летние абрикосы, этот абрикос в конец августа, начало сентября радует себя своими фонариками. Когда очень хочется абрикосов, но их уже сейчас нет, он вас, как говорится, наградит своими вкусными и сладкими абрикосами. Вот сейчас он в зеленом состоянии. Плоды еще не зрелые. Они еще растут. Но вот наступит время. В этом году я уже говорила, что все у нас раньше. Вот единственная веточка тут немножко находится на ярком солнце. Поэтому вот начинает желтеть. Так он еще будет крутнее набирать силы. И надо сказать, что в этом году не во всех садах завязались абрикосы, особенно в холодных зонах, где немножко теплее была температура на несколько градусов. Возвратные заморозки обошли, и цвет сохранился. И вот массовые. Все. Дальше я фильм не показываю, потому что он у меня выставлен отдельным фильмом. На моем канале с удовольствием по железу. Здесь, чтобы вам было ясно и понятно, я просто собираю сами факты. А фактов все больше и больше. Возвращаемся. Внимание. Посмотрели. Так. Теперь вот эту, кажется, я не смог открыть. Здесь тоже что-то было уникальное. Вот в этой ссылке. Давайте посмотрим. Откроется, я скажу. Какая-то не открылась. На мое горе. Бесполезно. Значит, какой-то у меня, видимо, был период активности. А жалко. Ладно, идем дальше. Это еще не все. Старая папочка у меня только началась, но уже кое-что у меня есть. А первую папку заглядывать жутко. А порт первый урожай в вашей веточке. Прерывком три года. Снова Филиппов. Ну, вот смотрите сюда. Вы это чудо видите? Вы это чудо видели? Вот так вот. Что здесь написано? А порт. Ваши веточки. Прерывком три года. Можно, если захотим? Так. Вот эта ссылка, по-моему, тоже не открылась. Ну, я... А, нет. Можно здесь не смотреть. Не открылась. Тогда смотрим сюда. Вот это я делал прямо с экрана. Вот так. Почему? Потому что это когда-то было мое, а теперь это уже в саду. Вот так. Это все очень... Все свежак. Осенью. Это все от 20-летнего года. Красиво. Вот так вот. И, к моему сожалению, вся эта работа сказать не могу. Не открылась. Вот. Дубни за память оставили, что да, Валерий Концевич, это ваше. Вот. Я с чистой совестью это все разместил у себя на канале. Ну, если человек увидит свое добро, это он мне напишет и адрес свой подога, и фамилию. Потому что столяну надо знать своим героям. Чужого нам не надо. Но я кажусь своими учениками. Биржина в Брятск. Вот это выращено без приливки. Это персики в Брятской области. Так. Все пока. В общем, там фотографий больше. Почему здесь именно эти две? Видимо, там высылал в другом месте они. Вот эти высылал попозже. Здесь оказались. Здорово. Вот. Олег Олегович, привет. И я бы вас, шофера дальнобойщика, поставил бы директором Брятского института. Почему-то он называется Институт Люпина. Вот. Там такая важная трава. Я бы ориентировал бы на персики, на все прочее. И мы бы быстро бы это, там, подняли бы эту тему. Вот бы это за директором. Или хотя бы консультантом с большим-мольшим... С большой-большой зарплатой. Польза была бы. Татьяна Александровна, здравствуйте. Справка Татьяна Александровна Железова, моя невеста. Здравствуйте. Высылаю фото яблоньки, а порт 600. На третий год зацвела. Середина сентября еще не падает. Большое спасибо вам и Валеньеву Константиновичу за такую красоту. Весной еще выпишем. Здоровья ваша семья. Дальше в Горной Шории. Горной Шории, ребята, это же Тюмерская область или Алтай. Или посередине. Недалеко от Будды Баша. Далее ваш адрес еще трех семья. Спасибо. А вот и вот, а порт, пожалуйста. Так, снова Сахалит. Помните? А, ну да. Тогда, видимо, она 2-го года прислала мне фотографию зеленых персиков, чтобы успеть поздравить днем рождения. Так? А пришла пора, и вот пора у Теблица. Пожалуйста. Вот. Вот что с ее получилось. У нее получилось. Соколов Владимир Юрьевич Иркутск. Тоже персики. А, это что? Билба, не билба. Сало, как сало. А это что? Абрикос. А это что? Абрикос. А, это то ли Билба, то ли Квитти. Ой, вы хотите это, чтобы у меня, это самое, давление скакало? Я скоро завидую это сейчас. Владимир Владимирович. Так, пост сегодняшний будет про подмосковский, подмосковный персик. Что логично после поста, подмосковый абрикос. Конечно, логично. Это ж очередная ступень, шаг за шагом. Да и когда еще, как ни в снег, ни в земле, ни в ностальгировать, поедем по новым селям. Итак, у меня в саду растут 6 железовских персиков, Хасанский и Мусильский, подозреваются в сортате народной селекции. Я тоже считаю, что народной селекции. Два полносящих сажутся, 19-й год и 4-й, 22-й год. Опыта выращивания персиков никогда не было. Поэтому в 19-м году, я их купил исключительно, да, попробовать, и распечатывал посылку от железовых, увидел крохотные 340-сантиметровые саллицы, хлыстики. Видимо, последние брали. Особых надежных персиковых чудов не питал. Осенью этого же года посадил дистиллированные кадры, оставил зимовать на улице. Вместе с саллицами и абрикосами. Представляете? А в 19-м году пересадил 40-литровые горшки. Заметьте, еще меня это даже немножко удивило и чуть ли не возмутило. Почему не в почву, а опять пересадка. 40-литровые горшки. Дяди прожили с 19-го года. Зага саженцы в горшках наносили, неплохо. И весной в 19-го года я их высадил в грунт на постоянку. Причем один перчик высадил прямо на спорную площадку. В закладную землю яму посреди песка щебня. А второй, недалеко, в землю садовую, рядом с большим дубом. И они тут же просвели и завязали плоды. Вот так вот. Ну, 40-литровый горшок, все-таки, видимо, они не заметили пересадку. Персик на спорной площадке завязь бросил. Тот, что был посажен в землю, несколько плодов дал. И летом 21-го года мы впервые попробовали ударить куст подмосковного перчика. Видите? Уже не земельского, уже не железовского, уже подмосковного. Конечно, первое подношение дало небольшие по размеру плоды. И манерс. Прицепились к этому слову. Небольшие по размеру. Практически размер большой абрикос. А вот в 22-м году оба перчика разродились неплохим урожаем. У чинтровоза саженцев размер и вес плода до 7-81 грамм. Предзаявленных железом 40-45 грамм. В этот момент я останавливаю свое провестование. Отвлекаюсь. Да, создаюсь. Да, создаюсь. Да, оба дух. Оба дух. Сказал, будет 40. Оказалось 80. Оба дух. Так, что мне теперь делать? Дострояться я не буду. В отличие от абрикоса, перчика ни разу ничем из болезни вредителей не цепляли. Переросты дают большие хаотичные. Ствол утолщается крайне медленно. И у перчика, думаю, с грязью же присутствует периодичность плодоношения. Опять же, в сравнении с абрикосом. Пусть я хорошее выражает на здоровье. Достаточно скромные в этом. Как просто так. Владимир Владимирович. Ну что, я считаю, что это тоже подарок. Пусть не к второму августа, пусть осенью. Ну, я считаю, что это тоже лишняя гирька, и не камень в чужой огород, а именно это замечательно. А это замечательно. В Подмосковье перчиков прибавилось. А потом, что вы сделали с этими котчиками? Я надеюсь, вы садили. Очень надеюсь. Ну, что, друзья, вот это вот свежая, только дачатая, как она называется, папка. У меня их две. Основную папку вы половину уже видели, основную папку, так? Вот. Вот она. Вот. Она огромная. Мне все время, мне нет сил, времени и здоровья, чтобы разделить, чтобы там, допустим, фотография и текст, а там написано. Это ваши садыцы дали. Другую папку, то есть на три папки. Вторую папку. Это с ваших членков. Вот. И опять фотографии, текст. И желательно бы, еще желательно бы адреса, но люди любят давать адреса. И третья, только из косточек. И вот встречаются анекдоты. Отчего-то не открылось. Встречаются анекдоты. Это когда у людей, у наших замечательных людей, у меня таких пару-тройку примеров есть в этой папке. С косточек выросли крупнее, чем они же на прививках. Вот так вот. И я надеюсь, что таких примеров будет не несколько, а что их будет сотни. Вот. И мне бы успеть бы застать это все. Успеть бы застать бы. Эта папка небольшая, нет. А очень большая. Вот. Ну, я на этом заканчиваю, потому что иначе. О чем мы будем дальше говорить? А все о том же. О том, что чудеса мы можем делать сами. Сами, 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 сами. Вот. Нет, надо расставаться. До свидания, друзья. Нет, нет, не расстаемся. Я вам говорю до свидания, до следующей записи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok